ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Рио-де-Жанейро завершилась Паралимпиада, а сборная Беларуси заняла в медальном зачете этих игр 19-е место. В активе беларусов 10 наград – 8 золотых и 2 бронзовые. Триумфатором Паралимпиады стал пловец Игорь Бокий. На его счету 6 медалей высшей пробы, а также 1 бронза. Еще одно золото в плавании в копилку нашей команды принес гомельчанин Владимир Изотов. Беларусь стал лучшим на 100-метровке брасом. При этом он побил собственный рекорд, который установил 4 года назад в Лондоне. Для Владимира Изотова это первое паралимпийское золото в карьере. На его счету бронза игр 2008 года в Пекине и серебро Лондонской Паралимпиады 2012 года. Также золото в Рио завоевал фехтовальщик Андрей Проневич. Бронзовая медаль у метателя копья Александра Трипутя. Первую строчку в медальном зачете паралимпиады заняли китайские спортсмены. У них 239 наград, 107 из них золотые. Гомельчанки Ирина Просенцова и Ольга Силкина стали бронзовыми призерами юниорского чемпионата мира по современному пятиборью. Соревнования проходили в Каире. Белорусские поднялись на третью ступень пьедестала почета в командной эстафете. О других новостях спортивной жизни региона в нашем обзоре. Представители Гомельской области в чемпионате Беларуси по хоккею в экстралиге на минувшие недели совершили вояж в Бродненскую область. В четверг Гомель с отсчетом 6-1 одолел Лиду. Жлобинский Металлург уступил Неману 4-2. В субботу Столивары открыли счет своим победам в нынешнем чемпионате. Под натиском Металлурга капитулировала Лида 2-0. Гомель в овертайме проиграл Неману 1-2. Кстати, сегодня хоккеисты Гомеля и Немана снова скрестят клюшки. В 20.30 в Гродно начнется первый матч полуфинала Кубка Руслана Салея. В 19-м туре чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге все представители Гомельской области завершили свои матчи в ничью. Гомель и Лида так и не смогли открыть счет в очном поединке. По одному голу ворота друг друга забили Светлогорский Химик и Слоним. Также с отсчетом 1-1 завершилась игра между Гомель-Желдор Трансом и Барановичем. В турнирной таблице Гомель по-прежнему лидирует. Непр остает на 3 балла. Гомель-Желдор Транс на третьей позиции. Химик занимает 12-е место. Второй год подряд в Гомеле в неделю массового футбола УЕФА провели футбольный марафон. Матч продолжался почти 12 часов без перерыва. Соперничали две команды – Зубра и Рыси. Правда, футболисты менялись каждый час. Всего на поле выходили более двух десятков коллективов со всей области. Игра номер один не имеет никаких ограничений, что и доказал этот марафон. С удовольствием мяч гоняли мальчики и девочки, взрослые, в том числе и ветераны, дети с ограниченными возможностями. Каждый получил диплом участника марафона, а также множество положительных эмоций. Уже в течение полугода команды из области, команды детские перезванивают и просят, чтобы мы их пригласили. Мы пригласили всех желающих. В планах организаторов в будущем провести марафон длительностью в 24 часа. В Гомеле прошло первенство области по самбо. Это хоть и не олимпийский вид спорта, однако интерес со стороны молодежи к нему стабильно высокий. Этот вид единоборств интересен своей универсальностью и постоянным развитием. В нем собраны самые эффективные приемы и тактики. К тому же оно воспитывает характер и волю. В первенстве приняли участие более 50 юношей 1999-2000 годов рождения. Победители в своих весовых категориях отправятся на республиканские соревнования. В сборный состав войдет первый и второй номер, а там уже посмотрим, кто будет сильнее в конце учебно-тренировочного сбора. Те уже выйдут на первенство республики. Первенство Беларуси по самбо среди юношей 1999-2000 годов рождения состоится в начале октября в стайках. Соперником женской команды гонбольного клуба «Гумель» во втором раунде квалификации Кубка ЕГЭФ будет румынская дружина Дунаря Брейла. Румынские гонболистки в первом раунде переиграли команду «Дюди Ланш» из Люксембурга. Первый матч противостояния «Гумель» Дунаря пройдет 15 или 16 октября в областном центре. Матч в ответ через неделю на поле соперника. К делам внутреннего чемпионата. Буквально через два дня после возвращения из Испании, где наши гонболистки сыграли в квалификации Лиги Чемпионов, им предстоял матч против «Витебчанки». Напомню, что в квалификации Лиги Чемпионов гумельчанки потерпели два поражения и заняли последнее четвертое место. И Лейпциг, и Бера-Бера соперники маститы, однако непобедимых нет. Чего не хватило нашим девушкам, так это опыта на евроарене. Белорусский чемпионат, мягко говоря, небогат на матче высокого уровня. А вот у соперников таких игр даже во внутренних чемпионатах немало. Тем не менее, опыт, полученный в Испании, пойдет гумелю на пользу. Конечно, чуть расстроились, что не показали хорошей игры. То есть, но получили очень глобальный такой хороший опыт. И я думаю, это все нам пойдет на пользу. Две тяжелые игры плюс перелет. Понятно, что за два дня восстановиться наши гонболистки не успели. Благо, соперник попался не самый сильный. В первом тайме Томас Чаттер экспериментировал с составом, однако у девушек мало что получалось как в атаке, так и в защите. Как результат, в начале игра шла мяч в мяч. Только во второй половине первого тайма Гомеле удалось создать небольшой отрыв. На перерыв команды ушли при счете 15-11 в пользу хозяев. Во втором тайме все стало на свои места. Более высокий класс и длинная скамейка гомельской команды дали свой результат. Гости не нашли, что этому противопоставить. Финальная сирена зафиксировала победу Гомеля 36-22. Девушка самая дорога очень вставшая. Психологически тоже немножко. И поэтому такая первопровременная. Но я знаю, в принципе, как будет. Но все равно старались до конца, отыграли и выиграли эту игру. Мужской команде в очередном матче чемпионата также пришлось нелегко. Поездка в Гродно хоть и принесла два очка гомельчанам, однако заставила задуматься тренерский штаб. Как и в матче с Машекой, гомельчане после первого тайма уверенно выигрывали у Кронана 19-13. А вот вторая половина игры у гомельчан вновь не получилась. Удержать победу удалось, однако это было нелегко. 32-30 в пользу Гомеля. После трех сыгранных туров в чемпионате страны по мини-футболу очков не теряли только две команды. Это столичный Дорожник и гомельский ВРЗ. В минувший игровой уикенд вагоноремонтники обыгрались с отсчетом 2-1 Мопит. Среди команд, которые пока не взяли ни одного зачетного балла, также есть представитель нашего региона. Это Светлогорский ЦКК. Очередное поражение светлогорские футболисты потерпели от Дорожника. Сразу два матча из программы третьего тура состоялись в Гомеле. Сначала на паркет спорткомплекса «Локомотив» вышли БЧ и столичная охрана «Динамо». Эта игра стала дебютной для грузинского легионера гомельчан Иракли Тодуа. Первый тайм проходил явно не по сценарию железнодорожников. Имея явное игровое преимущество, они пропустили дважды. Сначала гости удачно разыграли стандарт, а после обрезка в атаке привела к выходу игрока охраны на ворота Чипулюса. За минуту до сирены на перерыв картина на табло была нерадостная для хозяев паркета. 0-2. Поднял настроение и партнером, и зрителем Никита Можейко. Протащив мяч от своих ворот, он дальним ударом сократил отставание. 1-2, и команды отправляются на перерыв. Естественно, он помог, да, это долго, потому что, ну, ничего, немножко раскрепостились, вот, какое-то там давление, моменты, но, естественно, помог. Второй тайм на финале с 2-1 намного проще, чем 2-0. Спустя две минуты после старта второй половины игры раскрепощенность железнодорожников дала плоды. Баха Джварашвили замкнул передачу Артема Золотухина, пущенную вдоль ворот охраны. Спустя 6 минут Иракли Тоду отметил дебют в белорусском чемпионате голом в ворота соперника. И, как оказалось, победным. Голевую передачу на свой счет записал Джварашвили. Хотя Виктория могла очень просто ускользнуть из рук БЧ. За 12 секунд до финальной сирены хозяева пропустили контратаку соперника. К счастью, трибун игрок Динамо попал в штангу. Главное, чтобы выиграл сегодня тяжело, было и три очка главные. Мы играли вторым номером, как бы ввели. 1-0, 2-1. БЧ переломало за счет характера, за счет, наверное, движения, за счет более профессионального отношения игроков. Но вы сами видели концовку. Забей за 12 секунд, 6 метров, пустые ворота игрок. Все было бы по-другому. Агрокомбинат «Южный» принимал Лицельмаш. Шансов в игре против действующего чемпиона у команды из Гомельского района было немного. Так и получилось. В первом тайме футболисты из Лиды забили ворота соперника два мяча. Во втором еще три. При этом хозяева так и не смогли огорчить голки перолит Сельмаша. Поражение «Южного» со счетом 0-5. В центре Олимпийского резерва по теннису – центр реабилитации и физподготовки. А в парке – спортзал под открытым небом. Спортивная инфраструктура «Гомеля» пополнилась двумя новыми объектами. Подробности далее. Теперь здесь есть все для полноценной подготовки будущих звезд белорусского тенниса. Гомельский областной центр Олимпийского резерва был открыт в 2007 году. Сейчас теннисом и настольным теннисом тут занимаются более 300 человек. В распоряжении ребят и тренеров – 10 кортов, 5 крытых и 5 под открытым небом. Этого вполне хватает для повышения игрового и тактико-технического мастерства. А вот поработать над физподготовкой было просто негде. Между тем, сила и выносливость необходимы теннисисту не меньше, чем отточенный удар по мячу. Это просто необходимо на сегодняшний день. Без штанги, без силовых тренажеров, без кардиогруппы тренажеров, аэробной зоны так называемой. Но это просто невозможно. Кроме тренажерного зала, оснащенного всем необходимым, материально-техническую базу центра пополнили зоны реабилитации, сауны и бассейна. А также другие необходимые помещения. Все это сделало Центр Олимпийского резерва полноценной базой для подготовки спортсменов. Молодое учреждение, которое буквально с нуля создавалось в городе Гомеле, Гомельской области, сегодня получило продолжение своего развития. Мы получили объект, в котором спортсмены могут развиваться, не ограничиваясь только кортами. А ведь для спортсменов его подготовки, это самое важное, где можно проходить сегодня ОФП, восстанавливаться. Здесь сегодня есть медицинский центр. Кстати, пользоваться возможностями нового спортивного объекта смогут не только юные теннисисты, но и все желающие. Еще один небольшой тренажерный зал появился в Гомельском парке. Его несомненный плюс – общедоступность. Год назад на центральном пляже открыли специализированную площадку для занятий воркаутом. И вот буквально напротив, на набережной Сожа, появился еще один спортзал под открытым небом. Тренажеров шесть. Приобрела их частная компания. Спортивные снаряды позволяют выполнять упражнения почти на все группы мышц. И подойдут для всех, независимо от возраста и уровня подготовки. Если люди совершают пробежку, совсем не лишним будет здесь дополнительно совершить несколько подходов на определенных из этих тренажеров. Мне некоторые очень понравились, особенно, которые стоят здесь, на спину. Можно за счет собственного тела постановки ног регулировать нагрузку. Массовый спорт в последние годы из спортзалов перемещается на улице. Любителей пробежек, велосипедных прогулок и занятий на турниках становится все больше. Постепенно развивается инфраструктура. Эти тренажеры – еще один этап. И думается, что пустовать они не будут. Уличный спорт – это не только полезно, но и модно. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире в ближайший вторник. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова